Каждый здесь на кормле, вымытый одет. Мы живем здесь в норме 19 лет. Это учреждение действительно стало для многих родным домом. У каждого постояльца этого дома своя судьба. От кого-то отказались родственники, кто-то с самого рождения одинок. Но именно здесь они нашли и друзей, и заботу. Нынче в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов живет 69 человек от 70 лет и старше. И сегодня их большой общий дом отмечает 19-й день рождения. У нас все наши жильцы очень ждали этого праздника, потому что это как день рождения. Естественно, как дома отмечают дни рождения, так и мы здесь. Поэтому они у нас все принарядились со вчерашнего дня. Прически, даже бабушки у нас сегодня с бегудями спали многие. Все у нас мужчины сегодня одели свои костюмы новые, рубашки. Каждый старался выглядеть красиво. Тамара Кумская к этому дню готовилась с особым чувством. Ведь у нее в августе целая череда праздников. Уже завтра она будет отмечать свой собственный 80-летний юбилей. Очень нравится, хорошо, все хорошо у нас. Вообще у нас все хорошо. Так что хорошо справляем, хорошо отмечаем. Вот уже без малого два десятилетия это учреждение создает для своих постояльцев все необходимые условия. Оказывает бытовые, медицинские, психологические, правовые и другие услуги. Все это время дом-интернат курирует Министерство труда и социального развития Карачаева-Черкесии. Для еще большего улучшения качества услуг мы с Пенсионным фондом Карачаева-Черкесской республики в настоящее время прорабатываем вопрос о возможности установки здесь подъемника наружнего, чтобы второй этаж также стал доступен для наших получателей услуг и чтобы их расселить в более комфортные условия. Вообще, когда общаешься с пожилыми гражданами, получаешь большое удовольствие от той обратной связи, которую мы слышим, потому что высказывают положительные отзывы о питании, об отношении сотрудников, о том, что они себя чувствуют по-настоящему уютно, как дома, чувствуют заботу, тепло, уют. Этот день прошел в дом-интернате весело и по-домашнему. Атмосферу праздника создавали местные творческие коллективы, которые приготовили для жителей дома-интерната музыкальные и танцевальные подарки. Эрнест Чука, Мурат Койчев, Архиз, 24.